За что мне, блядь, эти мучения? Ну вот, за что, блядь? За ролики про самп-ютуберов? Так я могу извиниться, блядь. Пиздец вообще, блядь. Что это, нахуй? Ну чё, загружается, блядь, да? Давайте посмотрим там, как будет. Я уже не знаю, блядь, чё будет. Пиздец вообще. Подождите, ну я подожду, чё мне-то? С рабочим столом, типа, тоже всё более-менее нормально. Ну вот что это, блядь, такое? Ну как это происходит, сука? Я тут сижу уже третий час, блядь. Потом я иду... И что вы думаете, блядь? Оно лагает. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Пока новостей особо нет, я думаю, что я могу раскрасить ваши серые будни истории о том, почему вчера, вернее сегодня, вернее, я не знаю, когда я смонтирую, когда вы увидите данный видеоролик, не вышло моё видео. Почему вы могли, допустим, в моём телеграм-канале, ссылочка в описании, или на моей вкладке сообщества, кстати, заходите туда, там маленькая активность, видеть пост о том, что вот, ну вот так вот получилось с драйверами от AMD. Вот так вот. Давайте всё вкратце вам перескажу. Всё вкратце вам расскажу, как и что у меня было. Возможно, чтобы кто-то из вас вообще не страдал такой хуйнёй и сразу вот решил немного так на опережение всё это взять. Вообще, я много раз рассказывал, что у меня нету видеокарты, у меня чисто процессор AMD Ryzen 3 2200G, в котором есть интегрированные видеокарты, которые достаточно не то чтобы мощные, а средние. И со всеми задачами, которые нужны лично мне, она справляется на... Не то чтобы... Ну да, наверное, на отлично, а вот есть ещё какой-то тип задач, с которыми она справляется достаточно-таки средне. И мне, то есть, этого вполне точно хватает. И вот вчера, вернее сегодня, вернее, когда всё это было, я вот решаю, что, ну, типа, зачем озвучивать вот этот вот весь видеоролик, который я там хотел выпустить или уже выпустил, или там ещё что-то с ним произошло. Зачем вот его озвучивать, если я могу вообще записать геймплей? Захожу вот на свой любимый сервер Arizona Roleplay Phoenix. Как обычно, вот хочу нажать там Alt F9, сочетание клавиш, мне такое удобно, чтобы начать запись как раз-таки вот моего вот этого вот нового геймплея, и всё сделать нормально. Смотрю, пролагивает, ну, это нормально, типа, всегда так было пролагивает, но такое чувство, что оно в этих самых пролагиваниях зависает, застревает. И то есть, и сам геймплей идёт там в FPS-ов 2, я не знаю, 5, возможно, 10, возможно, ещё... Ну, в общем-то, некомфортный FPS. Так, вот смотрите, сейчас я стою, запись не идёт, я нажимаю сочетание клавиш, запись пошла. Вроде как, я вот сейчас не двигаюсь абсолютно, потом я иду. И что вы думаете, блядь? Оно лагает. Оно просто лагает. Просто потому что ему захотелось, наверное. Я не знаю, оно лагает. Всё, что мне с этим делать? Что просто делать? Я не ебу, я не знаю. Я бы понял, если бы ещё было там FPS-ов 30, да, можно смонтировать. Но, блядь, я-то обычно монтировал в 60, а тут даже 30, блядь, не было. И я смотрю на всё это и думаю, что, ну, наверное, какой-то там, я не знаю, пиздец учудили чуваки с вот этой вот всем Arizona Games, с лаунчером и так далее. Захожу на обычную дефолтную сборку GTA Sampo, нажимаю Alt F9, та же самая залупа. Я смотрю на всё это и вообще нихуя не понял. Думаю, ну, может, ладно, там на компьютере процессы какие-нибудь выполняются, ещё что-нибудь такое прочее. Перезапущу-ка я его. Перезапускаю, захожу на Arizona Games, ну, думаю, ладно, может, они там опять что-то сделали. Захожу в обычную игру, та же самая залупа. И тут-то я понял, что, ну, это вообще пиздец. То есть, нужно как-то решать всю эту проблему, потому что я уже много раз говорил, что единственные нормальные записи рабочего стола или там игры или чего-то прочего, они только вот от видеокарт. Там AMD, там вот этот вот NVIDIA, NVIDIA, там всё прочее. Так, как вы сейчас можете увидеть, видео вот оно пишется, всё нормально, всё хорошо. То есть, в самом деле, там вот всё нормально. В NVIDIA это ShadowPlay, в AMD, AMD, AMD и всё прочее. Это AMD Relive, Relive и вот всё-всё-всё прочее. И до вот этого дня всё работало нормально. И каково было моё удивление, когда я вообще ничего не менял в настройках. Я даже программ никаких, там, я не знаю, с мая, с июня не устанавливал. Я не знаю, вообще ничего не было. Я смотрю на всё, всё лагает. Почему? Почему? Я выключаю запись, всё опять заебись. Всё опять, там, я не знаю, 100, 200, 555 FPS, и вообще всё отлично. И я смотрю на всё это, думаю, блядь, а почему так получилось-то? Ну, думаю, ладно, я давно не обновлял драйвера, потому что, ну, блядь, с драйверами у меня такая хуйня. Обычно я, разумеется, все AMD и ставлю, что на телефон приходит, что там, допустим, на винду, что там на ещё какие-то прочие вещи. Да, мне очень нравятся какие-то вот эти вот все нововведения, которые они там вводят. Но когда я, допустим, обновляю винду на вот это вот майское обновление, и вижу, что там ничего не ввели, я бомблю. И бомблю, кстати, в своём инстаграме, вот туда тоже можете подписаться. И я такой, типа, блядь, ну что это за пиздец-то на самом деле? И думаю, что, ну ладно, обновлю драйвера, наверное, там уже вышла какая-то новая версия, нормальная, стабильная, хорошая. А, обновляю драйвера на последнюю версию, там что-то 25, что-то 1, там вот июньские обновления, недавние. Ну думаю, ладно, обновляюсь. Всё, обновился, захожу... Не-не, самое-то смешное чё, что обычно обновление как происходило? Ты заходил вот в программу для обновления, нажимал там проверить наличие обновлений, и вот у тебя выходили все возможные варианты. Я пытаюсь обновиться, и у меня не получается. Ладно, вы знаете, возможно, вполне возможно, я же не могу это отрицать, я допустил ошибку. И обновился на 20.5.1, я скачал с официального сайта. Тут можно обновиться на 20.4.2. Скорее всего-то это рекомендуют. Скорее всего, там исправлены все баги, все недочёты, и вот там всё, типа, хорошо, нормально и замечательно. Давайте посмотрим. Давайте просто попробуем это сделать. Вот, продолжить я нажимаю сейчас. Я просто, я подожду, да, давайте. Ну, пока подождём, покрутится тут вот эта штука. Ага, не удаётся получить файл программы установки, чтобы запустить нужную страницу. Пиздец, AMD, блядь, вы просто, что вы делаете, блядь? Вы уёбки ёбаные, блядь, что это такое? Это пиздец вообще. Что это, да, если что-то там пакеты какие-то, то и сё, невозможно загрузить, я думаю, блядь, это мне что сейчас, мне удалять старые драйвера, а мне, блядь, ставить новые драйвера через официальный сайт, пиздец вообще. Ну, думаю, ладно. Думаю, ну, это AMD, всё, я, типа, сэкономил немного, не купил себе там Intel, не купил себе там видеокарту, видеокарту-то я вообще как бы не купил. И, типа, ну, ладно, можно потерпеть, удаляю те драйвера, ставлю новые, захожу в Samp, нажимаю Alt F9, думаю, блядь, как же всё заебись, как же всё отменно, как же всё пиздато работает. Всё, типа, классно вообще у меня. И потом я, типа, решаю, ну, нужно, наверное, зафрапсить там рабочий стол. Фрапшу рабочий стол, и дело в том, что рабочий стол, типа, вот это вот снимается в разрешении, наверное, там, не знаю, 640 на 480, или нет, оно просто вот, как будто бы разрешение-то нормальное, нормальное, 16 на 9, но оно в каком-то маленьком, блядь, прямоугольничке. То есть, сам-то видос, он с техническим разрешением Full HD, но сам видос в каком-то маленьком, блядь, левом окошечке. Я думаю, чё это за пиздец, блядь? Это как, что вообще произошло? Перезагружаю комп, нихуя не работает, блядь, думаю, ну, блядь, надо, наверное, откатиться там на какие-то драйвера. Откатываюсь на драйвера, нихуя не работает. Откатываюсь на драйвера там ещё раньше, блядь, всё, всё то же самое, всё лагает, блядь, всё лагает. Я не знаю, почему так. Я, типа, я подумал, у меня пришла мысль в голову, что я могу, типа, накатывать по одному драйверу. И так я, наверное, блядь, все драйвера, которые есть на сайте AMD, блядь, я все накатил, блядь. И во всех, блядь, у них какие-то проблемы ебучие. За что мне, блядь, эти мучения? Ну, вот за что, блядь? За ролики про самп-ютуберов? Так я могу извиниться, блядь. Пиздец вообще, блядь, что это нахуй? То там, блядь, я не знаю, вообще AMD Relive этот не устанавливается, блядь. То там ещё какая-то залупа, блядь, у них это пиздето, блядь. Разрешение экрана моего монитора, блядь, оно недоступно. Пиздец вообще, я думаю, как, блядь, такое вообще происходит у чуваков, блядь? AMD, сука, это же, блядь, не Васян намутил мне этот процессор, блядь, и продал мне его. Это же, блядь, AMD, серьёзная компания. Почему такая хуйня с драйверами, блядь? Причём в каждом драйвере, блядь, какая-то залупа идёт. Почему так-то, блядь? Я сидел просто реально там часов, часа четыре, наверное, сука, всё переустанавливалось. Пиздец, ну вот сейчас, блядь, удаляю, буду ещё одно обновление ставить, я не знаю, блядь. То есть, драйвера, кто не знает, как они устанавливают, ты удаляешь старые драйвера и накатываешь новые, и всё это занимает какое-то время. И так я, блядь, сидел, все подряд драйвера устанавливал, пиздец, всё устанавливал, и по итогу пришёл к выводу, что, ну типа, ладно, установлю-ка я последние драйвера, там, поддержка всех последних вот этих технологий, блядь, похуй, будь чё будет. Буду снимать сам, там, типа, в комфортных вот этих своих 60 фпсах более-менее. И, типа, ну, рабочий стол можно и ОБСом записять, ну или на крайнях, блядь, бандик, я, блядь, пиздец, как ненавижу бандикам. Бандикам, это, блядь, зло в оплате, это то, чего никогда не должно было существовать, это пиздец, блядь, это вообще, это параши, это говно, блядь. У меня был ролик по поводу бандикама в самом начале моего этого канала, можете найти, всё посмотреть, блядь, блядь, пиздец, это полная, это полная хуйня, блядь. Бандикам, это говно, это, блядь, я лучше на фрапс буду снимать, чем на ебучий бандикам, блядь, потому что бандикам, это, это, блядь, залупа полная хуйня, говно, блядь, для собак ебаных, это пиздец, как, наверное, Сони Вегас, да, то есть Сони Вегас тоже полная, блядь, параша для, ну, для людей, которые себя не особо сильно уважают, назовём их так, а заглавим. В общем-то, на этом я думаю, что всё, я рассказал вам свою плачевную такую историю, типа, попал в топил немного, это не самповская новость, это не мобильная новость, это не что-то такое прочее, это чисто для людей, которым интересно, что со мной было, что со мной не было, что там ещё происходило и так далее. Заходите на Аризону Рулеплей Феникс по айпишнику в описании, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылочке в описании, всё у вас должно быть хорошо, всё должно быть отлично и вообще замечательно. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok